Ну, конечно, печальная тенденция, то, что мир неизбежно делится не только как-то геополитически по-новому, но то, что он, конечно, внутри каждого общества начинает делиться на тех людей, которые еще ценят остатки прежних времен, в которых важно было, как человек думает, насколько он системно думает, насколько он способен понимать сложные вещи, включая сложные произведения искусства, а не просто масс-маркет в кинозале. И общество людей, которые, конечно, не хочу никого обижать, но ТикТок и вообще любое потребление контента, которое тебя засасывает, оно же тебя туда засасывает, а контент, который ты воспринимаешь, он очень мелкий. И мышление учится каким-то мелким разгадыванием мелких крансфордов. Красивое мышление – это когда вы разгадываете гигантский крансфорд, и тогда вы много чего можете учесть, много что можете сделать, увидеть какие-то ходы. Вообще это дико прекрасная вещь, но вот эту красоту видят все меньше и меньше людей. И разделение на умных и глупых, которые мы сейчас вот так стремительно наблюдаем, как происходит это формирование новых реальностей, это предсказанный мною в свое время процесс. Прогнозы сбываются, у нас вот это разделение происходит, и это, конечно, дико печально. Когда мы говорим, что каждая жизнь важна, мы почему-то не хотим сказать, чем она важна. Но биологическим существованием тупым я думаю, что задача общества и культуры создавать обстоятельства, чтобы как можно больше людей использовали потенциал, который дано данным жизнью. Потому что они тоже имеют право на счастье мышления, красоты и так далее. А сейчас так все получается, что они этого права оказываются лишены буквально с младенчества, когда превращаются в потребителей какого-то хлама. Продолжение следует...